Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Мы только по делу, но не упуская самого важного для вас. Вот что за день произошло и о чем, по нашему мнению, вам необходимо знать. Взорвалось колесо, опасный рейс на борту 107-го автобуса, полоса разногласий, версия мэрия разделительна на Октябрьском. Стадион палаток, паломники Великорецкого готовятся к отправке и ларек на замке. У робота Кики сгорела плата. Начнем с ЧП на общественном транспорте. Сегодня утром у 107-го автобуса прямо во время движения лопнуло колесо. Ляс остался без колеса в поселке Гнусино. По кадрам видно, что автобус в плохом состоянии. Область вокруг колеса уже обросла ржавчиной. В момент аварии в автобусе были люди. Если бы разрыв произошел у переднего колеса, то ситуация могла сложиться совсем иначе. Я думаю, что водитель не смог бы удержать транспортное средство на проезжей части. И ввиду того, что обочина на этом участке дороги, как правило, узкая, имеется кювет, автобус мог совершить съезд в кювет. Мне кажется, что все-таки износ колес был критический. На месте разрыва колеса сидела 16-летняя девочка. Она получила травмы, но госпитализация, к счастью, ей не потребовалась. Видимо, состояние общественного транспорта у нас по-прежнему оставляет желать лучшего. 19 мая, напомню, едва не загорелся во время рейса троллейбус от печки в салоне шел дым. Напомню, если кто-то забыл, с марта проезд у нас подорожал до 30 рублей. С остановками тоже все не слава богу. Еще весной мы рассказывали о том, что людям приходится ждать автобуса на остановках без крыш и без стен. Думаете, за это время что-то изменилось? Конечно же нет. Кировчане уже не в первый раз жалуются на состояние остановки на улице Милицейской. В павильоне у дома номер 24 давно отсутствует скамейка. Люди вынуждены ждать транспорт, стоя на ногах. В жару это тяжело, особенно для пенсионеров. Не хватает, во-первых, нет скамеечек. Скамейки, во-вторых, грязные. Будут освежить, грязные. Что-то будет в летний уток. В мае специалисты, кстати, обследовали остановки у 57-ми. Хотят благоустроить площадку. Некоторые даже отремонтируют. Попала ли в список остановка на Милицейской, неизвестно. Также в этом году, напомним, власти обещали установить 6 антивандальных павильонов. Когда они появятся, зависит от финансирования. Уточнили в мэрии. Ну и к теме, которая за последние сутки набрала тысячи гневных комментариев кировчан. На днях городское ГИБДД предупредило автолюбителей о том, что все, кто паркуется на разделительной полосе Октябрьского проспекта, будут штрафовать или увозить авто на эвакуаторе. Куда ставить машины в этом районе? К чему такие жесткие меры? И для чего, в конце концов, так быстро и срочно освобождают Октябрьский проспект? Версию ГИБДД мы слышали вчера. Нарисуют сплошные, будем штрафовать. На все остальные вопросы сегодня попытались ответить в мэрии. Слушаем. Границы проезжих частей, улично-дорожной сети Октябрьского проспекта от улицы Красноармейской до Комсомольской площади разделены сплошной линией разметки. Данная разметка нанесена, чтобы машины не могли выехать на разделительную полосу, о чем сотрудники ГИБДД предупредили всех автовладельцев города Кирова. В прошлом году данная разметка была нанесена и установлены сигнальные столбики вместо концентрации ДТП. Планы по этой площадке примочены пока оттужаются? Да. Депутатами Кировской городской думы вынесено предложение организовать парковки на территории муниципального образования города Киров, организовать платные парковки по предложениям общественной палаты Кировской области, но в настоящий момент решение не принято, проходят обсуждения. Судя по всему, все идет к платной парковке на Октябрьском проспекте. Мы обязательно будем следить за этой темой и, думаю, спросим сами у общественников, откуда появилась идея создания платных мест именно здесь. Переключимся на события, которые собирают в Кирове тысячи гостей из других городов и стран каждый год. Паломники начали съезжаться в горы для участия в Великорецком крестном ходу. Свои палатки они разместили на стадионе рядом с Трифоновым монастырем среди паломников в гости из других стран. Идут не только взрослые, но и дети. Это как Новый год. Ждем от крестного ухода до следующего ухода. С малышами третий год уже они идут. Вот трое, да нормально идут. Дети лучше, чем взрослые идут. Им легче намного. Но у нас, конечно, еще тележечки есть. Если они устанут, мы их везем. Все, по-моему, весь дом вылезнет. В прошлый раз наморозились, сейчас, наверное, лишнее взяли. Палатку, спальный мешок, лекарства, воды. Сейчас сходила у вас купаться здесь и набрала воды много. Здесь можно идти, но голодной не будешь, потому что везде встречают и всем нас угощают. Кормят, накрывают столы, особенно у храма. Как инвалиды домой приезжают. Ну, слава богу, с такой радостью. Ну, с радостью. У монастыря уже дежурит полицейский. Шествие начнется 3 июня в 10.00. Пешком паломники пройдут больше 150 километров за 6 дней. Водители, не забывайте, что во время крестного хода по городу некоторые дороги будут перекрыты. Выбирайте маршрут. В город, наконец, пришло настоящее лето. В парках уже появляются загорающие. А вот с пляжами пока проблема. К примеру, к пруду с лазурной водой в Слободском районе стало сложнее добраться. У водоема поставили бетонные блоки и вырли траншеи. Сам карьер разделили на две части. Пробраться к воде можно теперь только пешком. Через препятствия, говорят местные. Ранее пруд в поселке Первомайский пользовался огромным спросом у отдыхающих. Где и когда оборудуют места для отдыха на пляжах в Кирове, неизвестно. Специалисты ждут, когда река Вятка встанет в берега. В городе открылась выставка «Среда обитания. Дом в пяти залах». Царит домашняя атмосфера. На картинах содержимое шкафов, интерьеры квартир, быт, люди и то, что их окружает ежедневно. Изюминка выставки к керамикам. Хрупкий материал не часто появляется в качестве экспоната. Эта выставка – исключение. Художники изобразили свое личное пространство. Посиделки с близкими, рабочий стол, посуду и соседей. Здесь достаточно все документально изображена моя семья. И конкретно мой дом, конкретно мой стол, конкретно все то, что происходит на столе. То есть все вплоть до орнамента обоев. То есть все, что составляет мой уют и территорию комфорта домашнего, здесь было отображено. Выставка пройдет до 19 июня в выставочном зале Вятского художественного музея. Потом все экспонаты отправятся в Сыктывкар и Волокдук. День защиты детей отметили, а робот Кики так и не угостил детей мороженым. Ларек с роботом не открылся. Киоск должен был открыться в среду 1 июня. Но что-то пошло не так. У робота сгорела плата, и машина отправилась на ремонт, не проработав и дня. Когда кировщане смогут попробовать мороженое из рук металлического продавца, теперь неизвестно. Куда надежнее и красивее оказались обычные воздушные змеи. В Кирове прошел фестиваль воздушных змей. Яркие летательные аппараты парили над пляжем у Титаника. Необычное красивое шоу собрало несколько сотен маленьких кировчан и их родителей. Кто не смог прийти, смотрите наше видео. Сегодня стало известно, что с июня в Кировской области разрешено проводить любые массовые мероприятия, сообщили в региональном правительстве. Это значит, что день рождения города отметим без ограничений. Напомним, что 12 июня с 11 до 14.00 на Театральной площади будет работать наша съемочная группа. Любой желающий может подойти и рассказать, за что вы любите родной город. Каждый получит подарки от наших партнеров. Ну и на этом наш выпуск завершен. Хороших вам новостей. Всего доброго. Увидимся в городе.